За какие же грехи, смею спросить, вы вынесли мне смертный приговор? Вам? Нет, нет, что вы. Что вы, я говорил не о вас. Я имел в виду эту бойкую девицу, которая сунула свой хорошенький носик куда не следует. Я вас не понимаю. Я имею в виду госпожу Забелину. Нужно смотреть, куда идете, милостивый государь. А по какому это праву вы меня помчаете, сударь? Да что за день сегодня? Кого не встретишь, жаждут неприятностей. Это вы, сударь, ведь мы ищете неприятностей, если позволяете себе подобный тон. Знаете что, были бы вы постарше, я бы предложил вам выяснить эту ситуацию по-мужски. Куда прикажете прислать секундантов? Вы желаете драться? Со мной? Да, я с вами. Я всегда могла за себя постоять. Сдается мне, я где-то это уже слышал. И... Что с тобой? Вы верно опознались, милостивый государь. Я не припомню, чтобы встречал вас ранее. Хотя мне знакомы такие господа, как вы. И что же вам известно о таких господах, как я? Этакие заносчивые молодые люди, которые ходят по улицам и изображают у себя героев. Ну, не только изображают. Мне, да, еще пришлось вступиться за одну барышню, которая оказалась в весьма щекотливой ситуации. Ее чуть не зарезали среди бела дня. Ну, во-первых, была темная ночь. А во-вторых, не воображайте, она прекрасно обошлась бы и без вашего заступничества. Откуда вам это известно? Откуда? А от нее самой. Да-да. Она моя кузина. Я не думаю, что подобное приключение пережили несколько барышень за один день. Разрешите представиться. Александр Забелин. Князь Воронцов. К вашим услугам. Знаете что, князь? Я думаю, что нет нужды продолжать подобные пререкания. Я спешу по очень важному делу и не намерен опаздывать. Нам лучше забыть об этом недоразумении. Продолжение следует...